Добрый день, мои уважаемые телезрители! Я не знаю как для вас, для меня сегодня будет очень интересный ролик. Я давно этого ждал. Перед вами вы сейчас можете видеть аккумулятор, литий железо-фосфатный, производитель элементов КАЛП. Данный аккумулятор, те кто меня давно смотрит, знают, что данный аккумулятор стоял у меня на автомобиле УАЗ. Стоял он у меня в роли стартерного аккумулятора, был установлен летом 2018 года, в июле месяце, если не ошибаюсь. Был установлен без балансиров, без каких-либо систем защиты, от перезаряда, переразряда, короткого замыкания и так далее. В общем, в том виде, в котором вы сейчас увидите, вот в таком виде он и стоял. Использовался как стартерный аккумулятор для запуска двигателя. В течение года с ним не производились никакие работы, ни подзарядка, ни какие-то тестирования, разряды на ёмкость, замеры сопротивления и т.д. и т.п. В общем, ничего с аккумулятором абсолютно не делалось. Я преследовал цель проверить, как ведёт себя аккумулятор в роли стартерного не просто, ну, как он себя ведёт, а как он ведёт себя у владельца, который, ну, простите, идиот. Это собирательный образ. Не принимайте на свой счёт некоторые люди, что только владелец идиот, опять же говорю, в кавычках. Это владелец, который поставил аккумулятор и забыл про него вообще. И ничего с ним не делает. Ну, как бы, в принципе, так и должно быть. Человек, эксплуатирующий автомобиль, не должен париться, что у него там происходит под капотом. Аккумулятор должен отслужить свой срок и всё. Поэтому, по этой самой причине, никаких действий с аккумулятором не производилось. Мне было важно, чтобы аккумулятор отработал год, после чего посмотреть, что он из себя представляет. По факту, аккумулятор отработал у нас уже год и два месяца практически. Теперь мы произведём полностью все замеры. Замеры пускового тока, замеры сопротивления, замеры ёмкости. И сделаем вывод о том. Во-первых, сделаем вывод. Два вывода. Первый вывод о том, можно ли использовать лично-железо-фосфатный аккумулятор в роли стартерного. А второй вывод, как вообще он заряжается и разряжается в мороз, и влияет ли это на его срок службы. Потому что главный, якобы главный минус лично-железо-фосфатных аккумуляторов в том, что они не могут заряжаться при отрицательных температурах. Если вы посмотрите мои старые ролики, вы найдёте среди них пару роликов про запуск автомобиля УАЗ именно с этим аккумулятором в мороз. И он прекрасно от него запускался. Мало того, запускался, он и заряжался при температуре минус 27. Но потом в комментариях мне навалили информацию о том, что якобы каждый такой заряд в такие температуры сокращает ресурс аккумулятора чуть ли не на 10%. То есть, по сути, если верить тем людям, у меня через 10 таких зарядов аккумулятор должен был и сдохнуть. Но, к счастью, этого не произошло. Аккумулятор до сих пор полностью работает. Но при этом, какая у него осталась ёмкость и пусковой ток, я не знаю, честное слово. Только что я снял аккумулятор с автомобиля. А, перчатки забыл, лошара. Только что аккумулятор я снял с автомобиля. Вот именно в таком виде. Как вы видите, он там стоял. Привет магазину Leroy Merlin. Шайбы именно оттуда оцинкованные. Если вам нужны хорошие оцинкованные шайбы, которые гарантированно у вас за год покроются ржавчиной, обращайтесь в магазин Leroy Merlin. Не реклама. Бесплатный лайфхак. Слава богу, мне хватило мозгов поставить нержавеющий крепеж из нержавеющей стали. Так вот, перемычки медные и лужёные, поэтому не зажавели, ничего с ними не случилось. Аккумулятор у вазики, если кто знает, стоит в салоне за сиденьем водителя. Поэтому происходит такая ситуация. После запуска двигателя салон очень быстро прогревается, потому что в автомобиле два топителя довольно-таки мощные, но аккумулятор при этом, как вы понимаете, холодный. На нём начинает конденсироваться влага, особенно на металлических частях вот этих токоведущих. Поэтому они большую часть времени в холодное время года находятся во влажном состоянии. Поэтому для таких аккумуляторов желательно всё-таки использовать полностью нержавеющий крепёж, а не частично из оцинковки. Поэтому буду иметь в виду, и, конечно, шайбы поменяю на нержавейку. Аккумулятор был с мото-нормированным скотчем, так как изначально, на самом деле, я просто ставил его, чтобы потестировать, как он будет вести себя в роли стартера. Но я не ожидал, что будут такие выдающиеся результаты. Поэтому это было, так сказать, временное решение. Но, как известно, нет ничего более постоянного, чем временное. Поэтому вот в таком виде он прослужил год. И, кстати, смотрите, скотч ведёт себя прекрасно. Нигде не отклеился, не развалился, не сохся, ничего с ним не произошло. То есть, как ни странно, но такое временное решение, оно довольно-таки надёжное и постоянное. Внешний вид увидели, ничего с аккумулятором за год не произошло. Хотя он стоит в салоне, опять же, никак не крепится. И на кочках он там может довольно-таки прилично скакать. Так как всё-таки автомобиль у вас используется не всегда на дорогах общего пользования. Но вот корпус настолько надёжный, что ничего с ним абсолютно не происходит. Теперь одной рукой я его не подниму. Классно. Перед установкой на автомобильник ёмкость элементов каждого элемента была замерена и промаркирована. Видите, что этикетка старая, наклеена не сейчас, а год назад по ней видно. Например, ёмкость данного элемента была 59,4 Ач. А почему не 60, а номинальная ёмкость данных элементов 60 Ач. Почему не 60, потому что разряжал большим током, 40 Ач. Спешил, некогда было разряжать номинальным током. А номинальный ток для них это 20 Ач, 0,33 Ач. Ёмкость второго элемента 59 Ач была на тот момент, на момент установки. Ну, 3-го, 4-го я не помню, разбирать я его не буду. Мне его хочется оставить именно в таком виде, чтобы дальше тестировать. Ну, там тоже где-то около того, 59-60 Ач. В этом диапазоне, в общем-то, он свою ёмкость номинально практически выдавал, несмотря на ток разряда в 40 Ач. Для того, чтобы проверить ёмкость аккумулятора, нам его потребуется полностью разрядить, потом полностью разрядить, и тем самым мы узнаем, какая остаточная ёмкость у элементов. Ну, для начала давайте посмотрим на состояние элементов по напряжению, на разбалансировку элементов, если такова и имеется. Аккумулятор, ещё раз повторяю, стоял более года в автомобиле без балансировки абсолютно, вообще. То есть он был сбалансирован перед сборкой, аккумуляторы, элементы были подобраны по сопротивлению, естественно, потому что с разным сопротивлением элементы без балансировки нельзя использовать, они разбегутся. Но, тем не менее, никакого балансира не было установлено вообще. И смотрим, что же мы имеем сейчас. Аккумулятор не полностью заряжен, потому что часто автомобиль эксплуатируется как музыкальная система, когда хочется послушать музыку. И поэтому очень-очень часто на незаведённом двигателе слушается музыка, и аккумулятор подразряжается. При этом после этого никто его не заряжает. Это один из плюсов литий-железо-фосфатных аккумуляторов, то, что они могут находиться в разряженном состоянии, и при этом не теряют свою ёмкость и не деградируют. К сожалению, они левша, и левой рукой неудобно. 3,29 на первом элементе. 3,28 на втором. 3,28 на третьем. Сейчас. И 3,29 на четвёртом. 3,29, 3,28, 3,28, 3,28, 3,29. То есть, разбег между элементами 1 сотая вольта. Это ничего. Это погрешность измерения прибора. Разбалансировки нет от слова совсем. 3,28, 3,29 на элемент. Это примерно степень заряженности на половину. Там плюс-минус где-то так. То есть, заряжен, но не до конца. Или разряжен, но не до конца. Понимаете, как хотите. Стакан на половину полон или на половину пуст. Есть ли смысл мерить в таком состоянии пусковой ток аккумулятора? На самом деле нет. Пусковой ток аккумулятора проверяется только на полностью заряженном аккумуляторе. Но мы же не такие, как все. Нам же не интересно в идеальных условиях всё делать. Например, мне интересно посмотреть, как аккумулятор чувствует себя именно сейчас. То есть, какой ток он может выдать именно в этом состоянии. Через год эксплуатации, наполовину разряженный. Допустим, я куда-то приехал на речку с девчонками, пошёл купаться, врубил музыку на всю. И два часа там скакал, прыгал. Аккумулятор у меня подразрядился. И мне вот интересно, сколько у меня он в таких условиях выдаст пускового тока, смогу ли я запустить после этого двигатель автомобиля. Один из главных плюсов данного аккумулятора в том, что будучи даже полностью разряженным, всё равно у него пусковые токи будут настолько высоки, что ему хватит мощности, чтобы провернуть двигатель стартером автомобиля. Давайте посмотрим, что же нам покажет. А показывает он нам 1008 А пускового тока. Ну, комментировать здесь нечего. Наполовину разряженный, при ёмкости 60 А часов. Для сравнения, самый лучший кислотный аккумулятор аналогичной ёмкости будет вам отдавать пускового тока, ну, в районе, наверное, 650 А. Это по заявлению производителя. То есть, то, что у вас будет написано на этикетке. А по факту, скорее всего, так как я мерил такие аккумуляторы, он будет выдавать в районе 500-550 А пускового тока. Это будучи полностью заряженным, ещё раз повторяю. А будучи разряженным наполовину, как в данном случае, пусковой ток, снизится примерно до 350-400 А. Смотрите. В принципе, косвенно по данному прибору уже можно судить о состоянии аккумулятора. Потому что, будучи абсолютно новым, данные аккумулятора выдавали тоже что-то в районе 1000 А пускового тока. Если бы у нас элементы за год эксплуатации, особенно в зимний период, деградировали хоть сколь-либо, то это, сказалось бы, сразу и неминуемо на пусковом токе. Если же прибор показывает тот же самый пусковой ток, что и год назад, это к гадалке не ходи, состояние элементов будет прекрасным. Даже падение ёмкости на 10% показывает тут же падение пускового тока. Всё взаимосвязано. Одно другого неразрывно зависит. Но в любом случае мы проведём разряд, заряд и посмотрим, какая ёмкость. Я на самом деле не хотел измерять сопротивление у наполовину разряженных аккумуляторов, так как это вообще идиотизм в квадрате, измерять сопротивление у разряженного аккумулятора. Но мне всё-таки любопытно, в каком состоянии элементы сразу после снятия с автомобиля. Плюс попутно захотел вам показать клеммы аккумулятора, потому что иногда люди боятся того, что аккумулятор с алюминиевыми и медными пластинами на одной банке будет окисляться, будет электрохимическая коррозия между шинами происходить. Вот та самая шина медная, лужёная. Как вы видите, у нас все токовыводящие клеммы в идеальном состоянии. То есть ту ржавчинку, которую здесь вы видите, это вот с этой гадости натикает. Леруа Мерлен, привет ещё раз. Сами только выводы в превосходном состоянии. Ну а раз они в превосходном состоянии, то не грех и замерить сопротивление. Если мне не изменяет память на момент постановки аккумулятора на автомобиль, ну конечно же у полностью заряженного аккумулятора не будем забывать, сопротивление находилось что-то в районе 0,5 или 0,6 миллион. То есть как бы это норма для элементов в такой ёмкости. Давайте посмотрим, что показывает сейчас у нас. Ну 0,64. То есть оно не сильно изменилось и скорее всего поднялось оно на 0,05 миллиона, только по той причине, что аккумулятор не полностью заряжен. Так, запоминаем, мы тестировали элемент, который имеет ёмкость 59 Ач. Значит его мы будем заряжать, его же мы будем и разряжать в последующем. И потом после полного заряда ещё раз посмотрим на сопротивление. Изменится ли оно от полного заряда.